всех приветствую дорогие друзья вы как всегда на канале седой инвестор сегодня разберем довольно интересную новость а также тронем тему биткоина посмотрим его техническую часть и разберем потенциальное движение ролик будет максимально короткий но при этом не менее информативный если успешно в речеек вообще огонь ну давайте приступать приток средств криптовалютные инвестиционные продукты с 8 по 14 июля составил 137.4 миллиона долларов против 136.1 миллиона долларов недели ранее такую оценку привели аналитики coin shares за последние четыре недели объем поступления достиг 742 миллионов долларов крупнейшая волна с 4 квартала 2021 года торговая активность выросла с 1 миллиарда долларов до 2.3 миллиардов долларов интерес инвесторов вновь сконцентрировался на цифровом золоте в bitcoin продукты направили 99 процентов всех потоков 139.8 миллионов долларов против 132.8 миллионов долларов недели ранее и структур которые позволяют открывать шорт по первой криптовалюте инвесторы забрали 3.2 миллиона долларов против 1.8 миллионов долларов предыдущий отчетный период негативная динамика продолжалась 12 недель подряд эфириум фонды отразили отток в размере 1.6 миллионов долларов против притоков 2.9 миллионов долларов предыдущий отчетный период в остальных альткоинах наблюдалась позитивная динамика продукты на базе солана полигон и лайткоин привлекли 0.5 миллионов долларов 0.5 миллионов долларов и 0.3 миллионов долларов соответственно поступление в xrp фонды ограничились в размере 0.1 миллиона долларов а между прочим 13 июля ripple выиграла дело против сек xrp за час подорожал на 24 процента тот же день котировки эфириум превысили уровень 2000 долларов впервые с мая но вот после этого и говорите то что крипто и никто не интересуется и вообще она уж никому не нужна покупают же и трейдит получается интерес все-таки остается и спекулянтов как не смешно но их меньше не стало если человек знает чем он занимается у него есть цель то и в трейдинге у него будет только успех основная проблема только в залетных инвесторов которые вообще не разбираются в техническом анализе они никогда не изучали эту тему и для осуществления быстрого заработка они идут на фьючей ну и собственно все там теряют а суммы там могут быть просто колоссальные лично я смотрю некоторых блогеров-миллионников и даже они люди которые занимаются своим бизнесом умудряются трейдить просто бешеными суммами а потом на обширную аудиторию говорит то что крипто это скам ну что чтобы поделать конечно скам на насчет xrp я даже предположить не мог то что он так быстро выиграет суд но буквально за неделю до пампа я говорил воскресенье то что xrp сегодня лучше прикупить ну и после этого он сделал довольно неплохой рост кстати оставляйте комментарии по данным роликом кто и сколько смог заработать на активе xrp и помогают ли вам мои советы про которые рассказываю по воскресеньям ладно с этим разобрались давайте теперь перейдем на график биткоина буквально во вчерашнем ролике я вам сообщил о том то что сбор ликвидности он скорее всего произойдет очень скоро максимум это до 25 тысяч долларов ровно очень хотелось бы таких цен увидеть но посмотрим в любом случае у нас есть один незакрытый гэп с июня месяца но пока что ближайшее место точнее зона поддержки это опять же 27 650 раньше это была очень сильная зона сопротивления но пробили мое успешно пока что мы заходим опять же в зеленый квадрат посмотрим где будем консолидироваться есть шансы то что от купят и мы вернемся обратно в желтый давайте посмотрим локальные уровни за короткий период времени ну что ж у нас есть зона поддержки на двадцать семь тысяч девятьсот пятьдесят долларов вполне возможно то что ближайшее время мы увидим эти значения лично мне сыграет это только на руку у меня и свободный фиат который я хотел бы потратить именно на bitcoin я его накапливаю больше всего и вам советую а пока что bitcoin стоит 30 тысяч долларов объемы очень упали за последнее время да и вообще вот этот гэп открытый ну точнее памп который произошел в июне месяце рост которого составил 26 процентов произошел на пустых объемов если вы откроете любой объемный индикатор я думаю вы со мной согласитесь пока что bitcoin давит посмотрим что будет в конце недели в любом случае сейчас альткоины лучше не закупать я бы на вашем месте дождался конца пролива если биткоину катают на двадцать семь тысяч шестьсот пятьдесят долларов альткоины могут очень сильно просесть вплоть до 50 а то и 60 процентов поэтому пока 30 тысяч триста восемьдесят долларов это зона сопротивления не стала опять зоной поддержкой то есть нам необходимо выйти за этот уровень сделать ретест и опять продолжить свою консолидацию вот до этих времен подождите ничего страшного с вами не случится больше свободного фиата накопите но либо есть второй вариант bitcoin провалят очень сильно до 27 тысяч шестьсот пятидесяти долларов здесь будет ретест точнее если тут будет ретест вот тут уже можно будет рассматривать альткоины к усреднению скорее всего от этих отметок и начнется менять сезон опять же но если дадут купить bitcoin по более дешевым ценам чем сегодня это сыграет нам только на руку так как при полноценном бычьем цикле мы в будущем заработаем больше профита чем дольше мы находимся в медвежке тем больше мы можем за это время накопить фиата соответственно прикупить альткоинов самого биткоина и на выходе получим больше профит ну и вообще как бы этот медвежий цикл он просто бешеный какой-то альткоины стреляют но буквально каждые две-три недели если вас интересуют рекомендации с моего личного закрытого чата это мой собственный проект по заработку там я даю рекомендации что где и когда покупать а также ставлю уровни по которым нужно фиксировать плюс есть обучающий материал ну и конечно же открытый чат которым вы можете задать мне вопросы и получить на них соответственно ответы но у меня на сегодня все дорогие друзья завтра мы с вами встретимся вновь